Очень важно проговаривать все детали военных преступлений Российской Федерации, потому что, например, тот же вывоз детей, мы уже не раз вам говорили, что он имеет все признаки геноцида, есть тому подтверждение законодательное. Это важно фиксировать для того, чтобы потом за каждое преступление был ответ. Татьяна Иванова подключается к нашему эфиру, юрист, экс-член украинской делегации в тристоронней контактной группе по Донбассу. Здравствуйте, Татьяна, рада вас видеть. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Будьте добры, вот та информация, которую мы рассказывали в сюжете, о том, каким образом сейчас пытаются организовать наши делегации, представители правозащитных организаций возвращения детей домой в Украину. Какие основные проблемы, с чем мы сталкиваемся? Россия пытается их удерживать как заложников, или же есть те, кто саботирует эти процессы? В чем основная сложность? Самая большая сложность, что мы не знаем всех детей, мы не знаем их количество, мы не знаем, где они находятся, и мы даже не знаем сейчас, под какими они именами, фамилиями находятся. Я думаю, что информация собрана по детям, которые вывезены в Российскую Федерацию, очень-очень частично. И нам еще предстоит очень долго разыскивать наших украинских маленьких граждан, для того, чтобы их вернуть. Единственное, что радует сейчас, что к этому процессу подключены очень много и общественных организаций, и правительственных организаций, не только правительственных Украины, а правительственных и наших друзей, наших партнеров других стран. И создана уже соответствующая группа или комиссия, как ее правильно назвать, при Паре. Поэтому я думаю, что этот процесс будет дальше развиваться. Я думаю, что дети будут возвращаться. Вопрос только в том, чтобы мы знали точно, сколько детей вывезли, и чтобы мы смогли их всех найти. Татьяна, а какие известия поступают со временно оккупированных территорий? Этот процесс депортации украинских детей, он по-прежнему носит массовый характер? Или уже наученные горьким опытом своих соседей, родители пытаются спасти своих детей? Этот процесс идет волнами. Массовый характер он носил, когда только захватили территории, когда их оккупировали. И тогда детей вывозили массово, потому что как только они заходят на оккупированную территорию, то сразу же в их распоряжение попадают детские дома, детские учреждения, какие-то пансионаты, где дети в это время находились, санатории. И тогда можно детей вывозить массово. Когда эта территория уже длительное время в оккупации, уже нет такого количества детей, которые можно массово вывезти. Потому что большая часть вывезена на начальном этапе, когда зашли на эти территории. Поэтому сейчас это уже больше единичный случай. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о том, каким образом со временно оккупированными территориями работают в контексте событий, которые принято в России называть выборами Путина. Идет ли агитация? Как работают с местным населением? Вообще, они же превратили, по сути, жизнь этих людей в ад. Как они убеждают, что за Путина надо голосовать? Расскажите про эти инструменты. Ну, они пытаются показать, что это красивая, хорошая жизнь, что это никакой не ад. И есть такое подозрение, что эти выборы будут немножко отличаться от предыдущих выборов. Они будут, ну, по сути, да, они будут такие же точно. По сути, на оккупированных территориях будет то же самое принуждение. Будут угрозы, что если вы не пойдете на выборы, не проголосуете, мы уволим вас с работы. Мы там отчислим ребенка со школы, из детского садика. Мы лишим вас бизнеса. Мы вообще вас расстреляем или посадим. Ну, то есть, угроз будет много. Выборы будут проходить так же, как они проходили. Будут поставлены птички за всех тех, кто не проживает на оккупированных территориях, кто выехал, даже кто умер. За них всех тоже будут поставлены птички. То есть, по сути, сами выборы будут проходить так же точно. Единственное отличие, которое мы сейчас прослеживаем, и, скорее всего, оно будет. Если раньше эти выборы проходили более тихо, под сильным прессингом и давлением, то в этот раз, скорее всего, из этих выборов будут устраивать красивое шоу для картинки, как счастливо живет оккупированная территория. Граждан, если раньше принуждали, то сейчас, кроме принуждения, принуждение останется, оно никуда не денется. Но я думаю, что будут еще технологии заманивания, привлечения в виде раздачи каких-то продуктов питания, в виде каких-то там фуршетов, в виде шоу, которые они будут, артистов, которые они будут привозить, устраивать, включать музыку, привлекать людей, чтобы это со стороны смотрелось красочно, ярко, красиво и создавало ощущение, что у людей праздник, что выборы – это праздник. Вот на предыдущих выборах они выборы из выборов праздника не делали. Думаю, сейчас это будет делаться и будет делаться массово, потому что нужно, во-первых, показывать людям, что мы тут надолго, вы видите, выборы – это уже праздник, вот все хорошо, мы отмечаем праздники, поэтому это свидетельствует о том, что тут уже жизнь налаживается, мы надолго. А во-вторых, это нужно показывать все-таки международному сообществу, потому что с легитимностью Путина и так большие проблемы, а после таких выборов, которые еще и пройдут на оккупированных территориях, я думаю, этих проблем на международной арене у Путина прибавится. Ну и украинская разведка говорит о том, что российские власти будут выделять социальную помощь избирателям из местных бюджетов. Чем конкретно сейчас подкупают местное население на временно оккупированных территориях? О каких суммах речь идет? Или о каких-то там, ну, выделении топлива того же и так далее? Массовое население на оккупированных территориях пока что не подкупает. Я думаю, это будет ближе к этому. Но на выборы тратятся уже достаточно большие деньги сейчас. И в основном эти деньги тратятся на тех, кто организовывает эти выборы. То есть они тратятся на тех, кто будет в комиссиях, на тех, кто сейчас занимается агитацией. На саму агитацию тратятся большие деньги. Вот на это они сейчас складываются. А само население пока ничего от этих больших трат не имеет. И я думаю, что ближе к выборам все-таки они вот какие-то такие в виде подачек, в виде развлекаловок для населения будут делать. И на это тоже будут тратиться деньги. Татьяна, спрошу вас о теме, о которой невозможно не говорить, потому что говорят они все. Так называемое подталкивание Украины к переговорам с Российской Федерацией. Вы как все-таки человек, который принимали участие в трестарионной неконтактной группе и понимаете все эти настроения. Вот хочу вас о чем спросить. Германия и США опровергли статью Bild издания, в которой говорилось о том, что подталкивают эти два государства, Украину, к переговорам. Как вы видите эту ситуацию сейчас? Какие силы лежат на столе и какие шахматные фигуры? Действительно могут ли, например, есть ли риск, что в обход Украины могут идти какие-то переговоры? Или непосредственно никаких связей нет с Российской Федерацией у западных политиков по вопросу Украины? Как вы это видите? Вы знаете, как экс-член трехсторонней контактной группы, я как раз вот тут абсолютно спокойна. Потому что я работала как раз в переговорном процессе, и я знаю, как это происходило. И я точно понимаю, я точно знаю, что кто бы что ни рассказывал Украине, кто бы к чему ни подталкивал, кто бы как ни давил. Но надавить сейчас на Украину до такой степени, чтобы Украина пошла на какие-то переговоры, которые не в интересах Украины, невозможно. Если это невозможно было сделать до 2022 года, когда еще я была в трехсторонней контактной группе, и делегация украинская держалась, несмотря на все давления, достаточно крепко, то сейчас я абсолютно спокойна, Украина гораздо сильнее стала по сравнению с тем, какими мы были до 2022 года. Несмотря на то, что и с экономикой проблемы, и в связи с войной проблем очень много, мы стали сильнее. Надавить на нас уже будет невозможно. Татьяна, ну вот вы говорите, что 2022 года, то есть все-таки давления какие-то были. А вот расскажите, в чем это может проявляться, чтобы аудитория понимала? Это где-то на каких-то встречах говорят, что ну вот вы неплохо было, чтобы поговорили с теми-то, или как? Ну вот как это происходит, это давление на дипломатическом уровне? Я не могу говорить конкретно о том, что происходило в Москве. Без фамилии, конечно. Конечно, без фамилии, без деталей. Я не имею таких полномочий, я не могу. Более того, документы о том, что не будут распространяться смысл переговоров, были подписаны сторонами этих переговоров. И Украине может предъявить претензии участники этих переговоров, если мы будем говорить о том, что происходило там внутри. Россия первая начнет предъявлять претензии. Поэтому я на эту тему говорить, конечно же. Хорошо, давайте все-таки вернемся к ситуации на временно оккупированных территориях. Тоже главное управление разведки, Министерство обороны Украины, утверждает, что одним из планов подготовки является еще более усилившаяся паспортизация насильная украинцев на этих оккупированных территориях. Но хочется спросить, куда еще больше, и как много еще людей не получили российский паспорт на оккупированных территориях, и что помогает им держаться? Я думаю, что таких людей достаточно много, потому что у нас есть оккупированные территории после 2022 года, и там у людей было не так много времени, чтобы там провести такую массовую паспортизацию, которая была на территориях оккупированных с 2014 года. Но поскольку я житель Донецка, и я часто общаюсь именно с тем регионом, то я точно знаю, что даже в Донецкой области достаточно большое количество людей, которые до сих пор не имеют российского паспорта. И при всем том давлении, которое на них осуществляется, они до сих пор не поменяли водительские права, не получили российские паспорта, они как-то там держатся, зарабатывают неофициально, неустроены, у них нет никакого стажа, они не работают ни в Украине, ни в России официально, они устраиваются на работу как-то, чтобы прожить и заработать деньги, не числяясь официально на работе, хотя это очень опасно сейчас и для работодателей тоже, но паспорта при этом они не получают. Таких жителей достаточно много. Настоящие герои, как иначе сказать. Спасибо вам огромное, Татьяна, за то, что рассказали, в том числе и о том, как живет временно оккупированная территория. Всем нашим, так сказать, в Донецке привет, рано или поздно Украина туда вернется. Спасибо. Татьяна Иванова, юрист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, была в эфире канала Freedom. Благодарим. Всего доброго. Продолжение следует...